Вот уже 13-й год подряд во всех городах Московской области отмечается праздник труда. С каждым годом он становится все интереснее и приобретает массовый характер. В минувший четверг в историко-культурном центре города Видное честовали тружеников Ленинского района. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Каждый человек может назвать этот праздник своим, так как все мы не представляем себя без любимого дела. 17 апреля в историко-культурном центре города Видное на праздник труда собрались многочисленные гости. Среди них Андрей Лукашев, первый заместитель министра энергетики Московской области. В своем выступлении он подчеркнул, что традиции честования людей труда возрождаются. Очень важно, что люди, которые своим трудом развивают экономику, социальную сферу района, области, страны нашей, начинают получать общественное признание. Этот день посвящен настоящим труженикам, тем, кто работает на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, на стройке, в больнице, в школе, всем, кто прославляет своим трудом наш Ленинский район. Ленинский район исторически был славен трудом, своими знатными тружениками, своими трудовыми династиями, своими героями социалистического труда, дважды героями социалистического труда. Нам очень ясен, понятен и дорог этот праздник. В праздничный день прославляющий труд и трудящихся чествовали людей разных специальностей. Отмечали предприятия и трудовые коллективы, трудовые династии. Наиболее отличившихся работников наградили благодарностью губернатора Московской области, знаком главы Ленинского района за личный вклад по развитию района, знаком Московской областной думы за труды. Сорок лет работает в фонде социального страхования Галина Набачикова. Она обслуживает предприятия и учреждения Ленинского района. Наш район самый лучший, самый красивый, люди самые трудоспособные, самые хорошие, добрые, вежливые. Мы работаем с предприятием и видим, что действительно народ очень хороший в нашем районе. Каждый труд важен, а милосердный вызывает особое уважение. Для работы в учреждении с недееспособными людьми требуются определенные качества. Наталья, более 20 лет возглавляющая Островской психоневрологический интернат, знает об этом не понаслышке. Доброту, душевность, сострадание – это в первую очередь. И чтобы люди, которые проживают у нас, наши проживающие, ощущали домашний уют, тепло, сотрудников и всего вообще коллектива полностью. Какой же праздник без музыки и танцев? После официальной части мероприятия с народными песнями выступил ансамбль «Музыкальная шкатулка». Успех Ленинского района – это и успех каждого из нас. Ведь он возможен благодаря нашему общему труду. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.